Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48-300 и 48-333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Состояние удовлетворительное. Пропавшая 11 мая девочка найдена и находится в детской больнице. Кадровые изменения, планы на неделю и благодарности. В администрации города прошло очередное планерное совещание. Спортивная эстафета объединила более 400 анапчан. 12 мая мы сообщали о пропаже трехлетней девочки. После обращения родителей в полицию по заданию главы города был создан оперативный штаб и организованы масштабные поиски ребенка. Более 700 человек – полицейские, спасатели, кинологи, студенты, курсанты, волонтеры – обследовали территорию, где предположительно могла находиться Анжелина Грачева. Девочку нашли спустя несколько часов после начала операции. Ребенка доставили в детскую больницу. Вадим Родин узнал подробности этой истории. Анжелина Грачева сейчас в безопасности. Под присмотром врачей. Вместе с мамой находится в детской больнице. Доставленная бригадой скорой медицинской помощи найдена в лесу. Доставлена она в состоянии при поступлении рассеина как средней степени тяжести. Самочувствие относительно удовлетворительное. На теле ребенка следы ссадин, укус насекомых, царапины. В данный момент девочка находится в отделении с матерью. Предстоит полное обследование в условиях стационара. Угроз жизни и состояния здоровья ребенка на данный момент нет. Трехлетняя девочка, кроме ссадин и ушибов, получила серьезный стресс. С сегодняшнего дня с ней начал работу детский психиатр. Можки кусались, да? Сильно кусались. В лесу холодно было? Холодно? А собачки какие-нибудь в лесу были? Собачки, кошечки в лесу были? Лаяли? По словам матери, девочка пропала в воскресенье вечером. Двор открытый, поэтому препятствий для маленькой путешественницы нет. Мама утверждает, что раньше такого никогда не было. Как будто, знаете, за руку кто-то взял и поехал. Вообще в шоке было. Я зашла в дом, она была во дворе, рядом с нами. Муж пошел управляться. А когда ты сообщили, что ребенок пропал? Ой, сообщили мы утром. Утром. Мы сами искали. Ну, как думали, и хозяин приехал, я, сожитель мой, еще женщина с нами там работает. Мы вот вчетвером искали ее. До утра? Ну, в час ночи мы вернулись, потому что с фонариками там... К счастью, с психическим здоровьем ребенка, на мой взгляд, сегодня все обстоит относительно нормально. То есть я не нахожу ни каких-то грубых психических отклонений, нарушений. Не нахожу постстрессовых каких-то психических отклонений. Не нахожу состояние какой-то растерянности или шока. Вот девочка общается, реагирует. Эмоции у нее достаточно сохранные. Напомним, поисками Анжелины занимались порядка 700 человек. Сотрудники полиции, кинологи, спасатели, представители казачества, студенты и жители села Варваровка. Дополнительно были присланы военнослужащие ВДВ и курсанты Института береговой охраны ФСБ России, которые и обнаружили напуганного ребенка в лесу в нескольких километрах от дома. Глава курорта Сергей Сергеев выражает благодарность начальнику Института контр-адмиралу Владимиру Белкову и нашедшим Анжелину Грачеву, курсантам второго курса Равилю Азизову и бумбояру Хоаме Элеру. Специалисты напоминают. При пропаже ребенка первое, что должны сделать родители, сообщить в полицию и МЧС, а уже потом организовывать самостоятельные поиски. Какую воду пьют анапчане и гости нашего города? Об этом лучше всего знают в лаборатории Анапа Водоканал. Работники Анапского Водоканала пьют воду прямо из-под крана. Пьют и прихваливают. Вкусная вода. Вкуснее, чем в бутылках, потому что она живая вода. За свою работу в ООО Анапа Водоканал не стыдно никому. На каждом этапе прохождения питьевой воды от источника до потребителя она подвержена и тщательной очистке, и такому же контролю. Наша вода соответствует требованиям Санпина. И мы гарантируем это качество. Нашу воду можно спокойно пить из крана. За качеством питьевой воды в нашем городе следит химико-бактериологическая лаборатория. По оснащенности и качеству контроля она в числе трех самых лучших в крае. Подобные имеются только в Краснодаре и Армавире. В крае мы без ложной гордости можем сказать, что мы на высоком уровне находимся. Мы аккредитованы уже неоднократно. У нас хорошее оснащение, у нас хорошие специалисты, у нас достаточно материалов для того, чтобы проводить качественные анализы. По всем показателям, которые мы сами выполняем, у нас на все эти показатели есть сертификаты о том, что мы достоверно выполняем свои измерения. За 20 лет существования лаборатории уровень ее оснащенности шагнул далеко вперед. Прогресс идет вперед также в лабораторном деле. Если раньше мы делали инструментальными методами определения, допустим, тяжелых металлов, в общем-то были очень сложные, такие трудоемкие анализы, то сейчас мы получили, вот у нас есть приборы для определения тяжелых металлов, вольтамперометрические, есть прибор для определения ртути, плюс у нас есть хроматограф для определения хлороформы и хлороорганических пестицидов в воде. То есть мы видим контроль так, как положено. Поэтому, когда расхожие менеджеры по продаже фильтров показывают вам, как водопроводная вода закипает в стакане болотным запахом и цветом под действием электродов, помните, что незнание химии и физики не освобождает вас от понимания, что перед вами обычный фокус. Фильтры наши помощники, безусловно, но в обращении с ними тоже есть нюансы. Получается даже чаще пить из-под крана воду, чем из фильтров, потому что если очень сложные фильтры, картриджи очень часто загрязняются, плюс происходит бактериальное загрязнение. То есть таким образом происходит вторичное загрязнение воды, которое мы пьем из-под фильтра. То, что проточная вода, она бактериально безопасна абсолютно, химически тоже она безвредна, но и, хочу сказать, что и довольно она благоприятна на вкус. Именно вкусной можно считать нашу анапскую воду, ведь лабораторный контроль следит за пропорциями микроэлементов и солей в ней, которые как раз этот вкус и обеспечивают. Кадровые изменения, планы на рабочую неделю и подготовка к курортному сезону. На общегородском планерном совещании обсудили главные на сегодняшний день вопросы и поставили новые задачи перед специалистами и руководителями городских управлений. На улице Ленина полицейские изъяли 17 системных блоков. Хозяин заведения организовал азартный клуб без лицензии, разрешения и регистрации в налоговой инспекции. 100 литров алкоголя по этой же причине изъяли из продажи в магазине «Вино на розлив» по улице Красноармейской. Сотрудники полиции провели 105 рейдов по краевому детскому закону 1539. 25 родителей привлекли к административной ответственности за правонарушение их несовершеннолетних детей. По факту пропажи трехлетней Анжелины Грачевой заведено уголовное дело. К счастью, девочку нашли. На родителей составлен административный протокол. Семья не совсем благополучная, нет? В мае. В мае благополучная. Трое детей проживаю, с кем-то четвертая девочка. Попечите с мальчики? На отдельно распределывается. На этой неделе пройдут проверки в сфере торговли. Причем, как подчеркнула Светлана Яровая, наличие разрешительной документации – не единственное требование к предпринимателям. Внешний вид торгового объекта и благоустройство перелегающей территории также будут в центре внимания проверяющих. Налогоплательщикам-должникам рекомендовано в ближайшее время погасить все задолженности. Недоимка по налоговым платежам сократилась на 10 миллионов рублей. Однако работа по мобилизации доходов в бюджет остается на контроле властей. Крайний срок до конца месяца на подготовку детских и спортивных площадок. Штат инструкторов должен быть укомплектован. Полностью площадки отремонтированы. Ответственные специалисты Управления образования и по делам молодежи. Поручение специалистам Управления Санкура закрыть проезды к морю на Пионерском проспекте и завершить все работы по благоустройству на набережной. Поставить и покрасить скамейки, урны для мусора, беседки. Внешний вид теренкуров под пристальным контролем властей города. В прошлом году работало 8 стоянок. Мы переводили их, которые были, и площадки у нас, и лагеря. Так что, Юрий Горьевич, если сами не справляетесь, по меру водителей приглашайте, нам необходимо организовать дополнительные стоянки. Управлением ЖКХ, я, незаметительно приступить к работам по верхней части набережи. Это окраска ограждений самих, урн и озеленение. Также продолжить работать по цветочному озеленению цветочных фигур, цветовых. Это мы должны делать каждый день. Первый вице-мэр Анапы Светлана Ировая запросила промежуточный отчет специалистов Управления сельского хозяйства о проверке земель, сельхозназначения и целевого использования участков. И отметила работу председателей ТОСов промежуточного и важного звена в схеме выполнения наказов населения. Обвиняем за телефонами, определим телефон горячей линии, куда можно обращаться и ТОСовцам, и населению. И еще раз хочу подчеркнуть, целью работы этой группы не является как таковое наказание, привлечение к ответственности. Я считаю, что сначала населению, чем-то работать с людьми, нужно объяснить их права и их обязанности. И еще одна благодарность. Председатель Совета ветеранов Анатолий Гапонов поблагодарил всех, кто участвовал в организации проведения праздника 9 мая. Отметил, что впервые в Анапе ветеранам и дружникам тыла выделили одинаковую материальную помощь. Такого на курорте ранее не было. По просьбе ветеранов Анатолий Гапонов передал слова благодарности властям города. И предупредил всех присутствующих в городе, начали действовать мошенники, обходят квартиры пожилых людей и представляются специалистами пенсионного фонда или ветеранских организаций, придумывая разные способы обмана. Напоминаем, и мы, представители пенсионного фонда и Совета ветеранов не ходят адресно по домам и не оказывают помощь на дому без специального запроса. Будьте внимательны. В Анапе прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 69-й годовщине Великой Победы. В спортивном празднике участвовали школьники, студенты высших и среднеспециальных учебных заведений и все желающие поддержать физическую форму и патриотический настрой. Перед официальным стартом эстафеты прошел забег здоровья. Дистанция 1 километр. Участвовали все желающие, независимо от возраста и физической подготовки. Самому старшему участнику забега Вахиду Арыгову 54 года, самому младшему Ярославу Макаренко 3 года 10 месяцев. В нашей семье очень любят спорт. Я непосредственно работаю с ребятами, занимаемся физической культурой и спортом. И в этот день, посвященный Великой Победе, мы не могли не принять участие. Церемонии открытия начали с вручения грамоты Кубка. На 14-м международном юношеском турнире по самбо-победа воспитанники ДЮС США номер 4 Анапы завоевали первое место. За достижение высоких спортивных результатов на первенстве России под дзюдо почетную грамоту вручили учащиеся 4-й спортивной школы Елене Барляковой. За подготовку спортсменов отмечены тренеры-преподаватели высшей категории ДЮС США номер 4 Сергей Галаян и Александр Шестопалов. За выполнение норматива названия «Мастер спорта России по плаванию» Сергею Аншукову вручили значок и удостоверение. Каждый должен заниматься спортом, потому что это укрепляет здоровье. И я считаю, каждый человек должен заниматься. Я выбрал плавание, мне нравится. За три года я доплыл до мастера спорта. На площадь перед администрацией пришли сотни участников и зрителей одного из спортивных мероприятий 2014 года. Поздравляю с началом эстафеты. Желаем доброго здоровья, чтобы наши бои проходили, прежде всего, это только на спортивных аренах. Маршрут легкоатлетической эстафеты протяженностью более трех километров прошел по улицам курорта. 400 школьников, студентов, жителей сельских округов пробежали 9 контрольных пунктов эстафеты. Финишировали у здания администрации. Нормально прошла, в принципе, просто чуть-чуть. Второе место тоже хорошо, но хотелось бы первое. Там чуть-чуть не догнала, потому что переволновалась, наверное. Среди вузов первое место завоевала команда анапского филиала МГГУ имени Михаила Шолохова. Среди вузов – золото у анапского сельскохозяйственного техникума. Командой десяти сельских округов боролись за лидерство. Первыми стали представители субсекского сельского округа. Победители среди школ – учащиеся школ номер 5 и 21. Это все новости на сегодня. О том, какой будет погода завтра, расскажем прямо сейчас. Партнер прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в «Апрель». Оптичная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксинлад» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. В среду 14 мая в Анапе будет солнечно. Днем воздух прогреется до плюс 16-18, ночью – до 14 градусов по Цельсию. Ветер южный – 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 15 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова